Традиционно в начале каждого часа мы делимся с вами боевыми потерями Российской Федерации вследствие полномасштабного вторжения, начиная с 24 февраля нынешнего года. И цифры Генштаб Вооруженных Сил Украины публикует следующее. По состоянию на 13 октября личного состава Российская Федерация потеряла уже 63 800 человек, более 2 500 танков, 5 167 бронемашин, артиллерийских систем более чем полторы тысячи, что немаловажно, сбито 268 самолетов, 240 вертолетов, более тысячи беспилотников и 316 крылатых ракет уничтожено в украинском небе. Погиб мобилизованный московский чиновник, заместитель главреда издания «Россия сегодня» сообщает о гибели на фронте начальника отдела в правительстве Москвы Алексея Мартынова. По словам главреда, Мартынов был отправлен на фронт через несколько дней после объявления мобилизации, не имея боевого опыта. Накануне, в четверг, 13 октября, власти России впервые сообщили о гибели на фронте тех, кто был мобилизован и тут же отправлен воевать в Украину без какой-либо подготовки. Ну а тем временем появляется информация, что российские оккупанты во время отступления минируют массовое захоронение украинцев, которые они жестоко убили, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По его словам, чтобы подойти к братской могиле, у любого города приходится вызывать саперов. Монастырский сообщил, что в 339 освобожденных населенных пунктах Донецкой, Харьковской и Херсонской областей полиция уже возобновила работу. Сегодня рано утром российские войска снова обстреляли город Запорожье. Областной центр подвергся атаке из ракетных комплексов С-300. По информации главы областного геоногражданской администрации Александра Старуха, пострадали объекты инфраструктуры. Возникли пожары, которые ликвидируют спасатели. По предварительным данным, обошлось без жертв. Не игнорировать воздушные тревоги. 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, призвал народ Владимир Зеленский. В своем традиционном вечернем обращении президент Украины отметил работу в парламентской ассамблее Совета Европы и оценил действия Международного комитета Красного Креста по вопросу освобождения пленных. Полную версию обращения Владимира Зеленского к украинскому народу смотрим вместе прямо сейчас. Желаю здоровья, уважаемые украинцы! Сегодня принял участие в работе парламентской ассамблеи Совета Европы. Отметил важнейшие для нас вещи в достижении мира, восстановлении Украины и международного правопорядка после этой войны. Есть и мощный отклик от ПАСЭ. Это первая международная организация, которая определила существующий в России режим как террористический. Очень важно, что это политический сигнал. Сигнал всем государствам, членам Совета Европы и всем государствам мира. Что с этой террористической группой, которая присвоила себе Россию и развязала самую страшную за 80 лет войну в Европе, не о чем говорить. Террору нужно отвечать силой на всех уровнях. И на поле боя, санкциями и юридически. Мы создадим специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины. И обеспечим работу специального компенсационного механизма, чтобы Россия своими активами ответила за эту войну. Я благодарю всех наших партнеров в Совете Европы, которые работают ради справедливости для Украины и всего нашего континента. Спасибо нашей делегации в ПАСЭ за действительно эффективную работу. Также благодарю всех украинских дипломатов и наших друзей в мире и в Организации Объединенных Наций, которые помогли консолидировать мировое сообщество государств таким образом, что мы получили наивысшую поддержку на Генассамблее ООН за все время российской террористической войны. Мир видит, что происходит. Знает цену тому фарсу, который Россия устроила на оккупированной территории под видом псевдореферендумов. 143 государства члена ООН поддержали резолюцию, которая защищает базовые принципы Устава ООН и осуждает Россию за преступную попытку аннексии нашей территории. Это сегодня рекордное количество государств, поддерживающих Украину. Но я верю, что будет больше. На стороне России выступили 4 государства. Это очень красноречиво. Северная Корея, Никарагуа, Беларусь и Сирия. Такой список, что все понятно. Спасибо каждому из 143 государств. Сегодня состоялась важная встреча в онлайн-формате нашей команды, которая занимается темой освобождения пленных с представителями Международного комитета Красного Креста и других международных организаций, касающихся этого процесса. Были сказаны очень важные вещи. В частности, то, что касается институциональной работы Красного Креста ради обеспечения безопасности тех, кого содержат в плену. Считаю, что Международный комитет Красного Креста – это не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью. Красный Крест имеет обязательства, прежде всего, морального характера. Мандат Красного Креста должен выполняться. Необходимо немедленно делать то, что вполне логично для Красного Креста. Есть Еленовка – фактический концлагерь, в котором содержатся пленники. Нужен доступ к ним, как это обговаривалось. Красный Крест может это осуществить, но нужно пытаться это осуществить. Украина готовит этому. По обществу миссии МАГАТЭ может заработать и миссия Красного Креста. Но для этого нужно лидерство, нужна добросовестность, нужно понимание, кто и зачем создал такой институт, как Красный Крест. Я благодарю команду, которая продолжает заниматься обменами. Буданов, Ермак, Усов, Малюк. Сегодня удалось вернуть из плена еще 20 украинцев, 14 воинов армии, 4 бойцов террабороны, 1 нацгвардейца и 1 воина военно-морских сил. Работаем над тем, чтобы вернуть всех. Наши воздушные силы продолжают битву за украинское небо. Как и в предыдущие дни, я ежечасно получал отчеты о сбитии российских ракет и беспилотников. За сутки 11 ракетных ударов. Сбиты 6 ракет в Николаевской, Львовской и Днепропетровской областях. Спасибо всем, кто выполняет эту задачу. Поврежденные объекты инфраструктуры срочно восстанавливаем. Также хочу отметить бойцов 5-го отдельного штурмового полка сухопутных войск, 1-го отдельного батальона морской пехоты и батальона 4-й бригады Национальной гвардии Украины за умелые и героические действия при обороне на Бахмутском направлении. Это направление до сих пор одно из самых жестких на фронте. Благодарю каждого и каждую, кто защищает там наши позиции и наносит ощутимые удары по оккупантам. Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. У них нет несущественной военной подготовки, но их командованию это и не нужно вообще. Они рассчитывают, что мобилизованные россияне смогут выжить на войне хотя бы несколько недель, потом погибнут, потом на фронт доставят новых. Но за это время такое использование с генералами своих людей, как пушечного мяса, позволяет создать дополнительное давление на наших защитников. Это ощутимое давление. Я благодарен всем нашим воинам, которые его выдерживают. Благодарен и партнерам, которые понимают, что в таких условиях мы нуждаемся в увеличении оборонной помощи. Я благодарю всех, кто воюет, работает и помогает, защищая Украину. Завтра обязательно отметим каждый на своем месте один из самых важных наших дней. Покрова, День защитников и защитниц Украины. Праздник всех наших воинов, от древности до настоящего. От казаков до повстанцев, от всех них до бойцов современной армии. Завтра будет 233-й день нашей полномасштабной обороны и новые шаги, приближающие нас к миру и победе. Не расслабляемся, бьем врага, соблюдаем правила безопасности, прислушиваемся к сигналу воздушной тревоги, особенно завтра. И делаем все, чтобы усилить Украину. Слава Украине! Героям слава! Ну а мы тем временем переходим к следующей теме, которую будем обсуждать в прямых эфирах. Говорить будем о поражении россиян в Украине. О том, что вооруженные силы Украины дают жесткий ответ агрессии россиян. Итак, украинская армия продолжает освобождать территории, которые длительное время контролировали российские оккупанты. И это несмотря на массированные ракетные удары, которыми Россия пытается разрушить украинскую инфраструктуру. В успехе мы и на фронте, вооруженные силы Украины демонстрируют, что могут дать жесткий ответ российской агрессии. О поражении России в Украине далее в нашем материале. Херсонская область в Украине уже 75 населенных пунктов. Такое заявление сделал председатель Херсонской военно-гражданской администрации Ярослав Янушевич. Только с начала октября украинский флаг установили в 29 освобожденных населенных пунктах. Освобождение Херсонщины продолжается. «Я не могу, к сожалению, сказать больше. Надо сохранять информационную тишину. Но мы должны с вами каждый день ждать хороших новостей». Ярослав Янушевич, председатель военно-гражданской администрации Херсонской области, в интервью «Суспильная новость». Во всех освобожденных населенных пунктах украинскую армию ждали с нетерпением, говорят люди. Своих военных везде встречали с букетами и национальными флагами. «Мы вас ждали. Спасибо. Пусть Господь вас хранит». «Дождались, наконец. Спасибо нашим парням. Дай Бог здоровья всем и до конца давить их. Рад, доволен, что вы нас освободили от тех дурных орков, чтобы они сдохли раньше, чем к нам пришли». По официальным данным Генштаба Вооруженность Силы Украины, украинская армия уже освободила 7 населенных пунктов в Луганской области. Все расположены в Сватовском районе. «В тех населенных пунктах, которые деоккупированы, людей немного, но все равно они есть. Это жители Луганской области, которые определенное время были под оккупацией». По данным Министерства реинтеграции, ВСУ уже освободили 40 населенных пунктов в Донецкой области. В Лиманской и Святогорской территориальных общинах Донбасса начато восстановление инфраструктуры. Идут стабилизационные мероприятия. По некоторым направлениям, куда Россия уже начала перебрасывать мобилизованных, оккупанты приостановили наступление. «Вражеские подразделения начали получать распоряжение от высшего руководства о временном прекращении наступательных действий. Основной причиной является крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизированных и невыполнение боевых приказов». Тем временем о гибели пяти мобилизованных впервые официально сообщили в России. Все они были родом из Челябинской области. Еще пять человек уже оказались в плену, все призваны в конце сентября. Плохое снаряжение российской армии, отсутствие подготовки мобилизованных, ржавое оружие и отсутствие военной стратегии. Все это, по мнению главы оборонного ведомства Британии, работает против российской армии. Силы Путина проигрывают в Украине из-за своего военного потенциала и ошибочных стратегических предположений их руководства. На каждом шагу люди недооценивали Украину и переоценивали Россию. Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, в интервью «Ивнин Стандарт». Украинские войска лучше подготовлены к зиме, чем многие российские. Это касается не только теплого обмундирования, но и приборов ночного видения и качественных радиостанций. Глава оборонного ведомства Британии Бен Уоллес заявил, что в следующий пакет военной помощи для Украины будут включены ракеты, артиллерия и беспилотные летательные аппараты. В частности, в него войдут 18 гаубиц и ракеты «Амрам» для комплексов ПВО на Самс. Наталья Гусак, Владимир Штунгелов для телеканала «Фридом». Эту тему в разговоре более подробно обсудим с нашим следующим гостем информационного марафона на телеканале «Фридом». Военный эксперт Сергей Грабский с нами на связи. Сергей, рады приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, студия. Рад видеть. Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал особенно сегодня не игнорировать воздушные тревоги, говоря о том, что традиционно Российская Федерация действует цинично и превращивая свои ракетные обстрелы к каким-то датам определенным. Скажите, пожалуйста, о чем это свидетельствует в целом? О желании Российской Федерации навредить, сломить народ? Либо же это просто такая стратегия на истощение? И то, и другое. В общем-то, это грани одной и той же проблемы, одной и той же ситуации. То есть противник, как мы видели в начале этой недели, вел массированные обстрелы украинских городов и важных объектов критической инфраструктуры, именно имея целью сломить сопротивление украинского народа, принудить его к капитуляции, как минимум выступить против властей с требованием прекратить войну и так далее. Они получили абсолютно обратный эффект, но это не значит, что они перестанут обстреливать украинские города и села и обстреливать мирных людей. Поэтому сегодня большой праздник, нужно быть особо внимательным к сигналам воздушной тревоги, потому что нужно понимать, что противник не оставил своих намерений подорвать наше единство, стойкость, и поэтому обстрелы могут быть усилены именно на сегодняшний день. Сергей, массированный ракетный обстрел 10 октября, который существовала Россия, называют символом беспомощности Российской Федерации, что якобы это выглядит как истерика. И возможно, если оценивать этот обстрел в глобальном военном плане, мы можем сколько-нибудь предположить, что это где-то даже возможный позитивный сигнал того, что Российская Федерация действительно беспомощна и понимает это, осознает это на данный момент, и что Путин хочет вызвать панику среди населения Украины, но в принципе паникует только сам Владимир Путин. Тем не менее, жизни погибших в этот день, к сожалению, уже не вернуть. И на самом деле этот обстрел, он принес много горя украинским семьям. Так вот, как вы считаете, действительно сегодня, насколько важно соблюдать эти режимы тревоги, насколько важно действительно их не игнорировать и следовать, скажем так, инструкциям? Ну, вы знаете, в любой день важно следовать этим инструкциям, потому что, когда мы говорим об обороне Украины, есть понятие активной обороны и есть понятие пассивной обороны. Активная оборона – это действия наших ребят на фронте, это действия наших ребят, которые служат в противовоздушной обороне. А пассивная оборона – это действия каждого из нас, то есть следование сигналом воздушной тревоги, сбережение своей жизни. Если это касается местных территориальных громад, то это рассредоточение элемента важной и критической инфраструктуры для того, чтобы противник не мог уничтожить одним ударом, например, электрообеспечение или водообеспечение, или теплоснабжение. И подготовка нашей инфраструктуры, как, например, в Харькове местная власть строит убежище прямо на остановках. То есть, если человек не успевает уйти, а вы сами понимаете, когда такая ракета прилетает, удар очень большой мощности, то есть возможность спрятаться в каком-то укрытии. Гарантирует ли оно сохранение жизни? Ну, простите, от прямого попадания оно вряд ли, но если хотя бы человек принял какие-то меры и спрятался, то да, безусловно, оно поможет сберечь жизнь и здоровье. Вот в этом состоит суть наших действий на сегодняшний день. И почему мы так акцентированно об этом говорим, о том, что не нужно игнорировать, не нужно игнорировать? Потому что на самом деле звучали мнения некоторых экспертов о том, что у России действительно уже нет такого потенциала повторить подобного рода обстрел. Но на самом деле соответствует ли это действительности? Как мы можем ценить это? Вы знаете, тут вот в чем дело. Если мы говорим, как говорится, категориями больших цифр, то, конечно же, потенциал России для осуществления таких ударов, он ослаб, и он уже не такой, как был в начале войны. Я скажу больше 24 февраля было нанесено 160 ракетных ударов, а в понедельник было выпущено всего 84 ракеты, из которых половина была сбита, ровно половина. Но это не касается каждого конкретного случая. Ни одна система противовоздушной обороны не может обеспечить стопроцентную гарантию сбития всех воздушных целей. Поэтому для конкретного человека в конкретном месте прилет любой ракеты может быть смертельно опасным. Поэтому, несмотря на то, что, да, объективно Россия уменьшает свой потенциал, игнорировать сигналы тревоги для каждого конкретного человека, оно будет преступным по отношению к себе и по отношению к своим родственникам, как минимум. В свою очередь, военные эксперты очень часто говорят о том, что у Российской Федерации все-таки потенциал и запасы ракет постепенно заканчиваются, поэтому такие массированные удары будут, к таким массированным ударам будут приходить все реже и реже, только в случае вот какого-то политического влияния, либо же того момента, чтобы вынудить там пойти на уступки Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас, как оцениваете способность Российской Федерации в частоте нанесения таких массированных ударов и насколько у Российской Федерации еще хватит ресурсов, если можно об этом говорить? Ну, насчет, насколько хватит ресурсов, это сложно сказать, потому что Российская Федерация произвела, я подчеркиваю, Российская Федерация произвела достаточно небольшое количество ракет, и она в основном пользуется запасами советских времен. А запасы советских времен создавались, извините, в течение полувека, и нужно это понимать, то есть по количеству. Насколько часто будут наноситься такие удары? Ну, это будет зависеть от многих факторов, то есть удары по Украине наносятся ежедневно, с той или иной частотой. Да, действительно, при проведении каких-то особых мероприятий, скажем так, когда нужно повлиять на что-то, они могут накопить большее количество боеприпасов. Но говорить о том, что они с поведенной частотой, взгляд, такие массированные обстрелы, уже не приходится. Нужно понимать, что, я специально это подчеркнул, что они пользуются в основном советскими запасами, а это достаточно устаревшее вооружение, которое требует достаточно длительного процесса верификации, подготовки, калибрования, если хотите, и применения. Поэтому говорить о том, что они могут применять такие массированные удары, вряд ли приходится, но это не значит, что монотонно противник может использовать до десятка, до двух десятков ракет в день в течение достаточно еще большого периода времени. И нужно понимать, что речь идет о сотнях и сотнях ракет, которые находятся на охранении. Все они боеспособны. По некоторым данным, например, такой эпизод, что пуски ракет из акватории Черного моря осуществляются только над акваторией Черного моря, а не, как ранее, над территорией Крыма. Ну, хотя бы исходя из того, что некоторый процент, по разным данным, от 10 до 20% этих ракет просто падают после отсоединения от носителя. Поэтому говорить о том, что противник перестанет вообще применять ракеты, не приходится. Говорить о том, что они будут делать массированные удары больше того, который был, например, 24 февраля, тоже не приходится. Но это не отменяет угрозу нанесения таких монотонных точечных ударов по объектам инфраструктуры. Тем более, теперь мы говорим, кроме ракет еще используются дроны-камикадзе. Пусть они малоэффективны против армейских подразделений, но они все равно несут смертельную угрозу для мирного населения. Хорошо. Если говорить о угрозах Российской Федерации, военного руководства, лично Путина, они же считают, что теперь Херсонская, часть Херсонской Запорожьей области – это территория Российской Федерации. И они угрожают тем, мол, если вооруженные силы продолжат, как россияне говорят, наступать на территорию России, хотя по факту международным правом, международным обществом признаны суверенные границы, территориальная целостность Украины, которая соответствует по состоянию на 1991 год, и по факту Украина освобождает свои территории, но Российская Федерация заявляет обратное. Мол, это прямое вторжение на территорию России уже. Может ли Российская Федерация этот месседж использовать так, дабы оправдать возможное применение, ну, не будем говорить ядерного оружия, но оружия массового поражения, какое-то тактичное, либо там какое-то местное оружие. Я не знаю, как правильно называется такое оружие, которое непосредственно бьет там на диапазон 10 километров, 20 километров, точечное так называемое. Ну, вы знаете, в общем-то, для этого им не надо как бы выдвигать такое условие, что якобы украинская армия атакует территорию Российской Федерации, как это они говорят. В общем-то, не спровоцированная агрессия 24 февраля может быть сопоставима, в общем-то, с таким же применением ядерного оружия, потому что для того, чтобы его применить, России не нужно изобретать каких-то особых поводов, она может взять любой повод с потолка. Другое, сможет ли она его применить, это оружие. И я так думаю, что события последних дней очень четко показывают, что она вряд ли рискнет применять такое оружие в какой-либо форме, потому что мировым сообществом в течение последнего полустолетия, как минимум, а то и больше была создана очень серьезная и эффективная система, не только всеми ядерными объектами, как военными, так и гражданскими. Поэтому любое необычное действие, любое необычное движение или то, которое выходит за рамки обычных регламентных работ на территории любого ядерного объекта вызывает немедленную реакцию. И уже были некоторые сообщения о том, что россияне были очень серьезно предупреждены о всех последствиях каких-либо телодвижений в сторону подготовки ядерных объектов к использованию. Поэтому я думаю, что первое, повод россиянам не нужен, но понятия сдерживающие факторы говорят о том, что это будет использовано. Ну а нам, несмотря ни на что, никто задачу по освобождению наших территорий в рамках 1991 года не отменял. И, собственно, мы уже делали многое и наносили удары. И по оккупированному Крыму наносили удары по другим объектам, которые находятся на оккупированной территории. В общем-то, это не вызвало никакой дополнительной реакции. Поэтому у меня есть глубокие сомнения в том, что Россия рискнет использовать нечто большее, чем конвенциональные виды вооружений. И вот также интересная информация о том, что если Россия применит ядерное оружие против Украины, то получит мощный неядерный ответ со стороны Запада, который уничтожит российскую армию. Это заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепо Борреля. Он также отметил, что последствия, возможно, ядерной войны могут быть катастрофическими для всего мира. По его словам, необходимо продолжать поддерживать Украину и искать дипломатические решения. Но по поводу того, что катастрофические последствия будут для всего мира, честно сказать, последние месяцы показывают, что такие убеждения, вероятно, слабо влияют на Владимира Путина в частности. И вот здесь речь идет о том, что ответ будет не ядерный, но он действительно уничтожит российскую армию. А вот по вашему мнению, стоит ли ожидать, когда будет условно нажата эта кнопка? Мы понимаем, что процесс, конечно, более длительный запуска ядерного оружия. Вот ведь может стать известно о намерении, о реальном намерении, не только угрозах. Так вот, может быть, нужно реагировать на реальное намерение нажать эту кнопку, а не уже на совершившийся факт? Абсолютно. Надо понимать, что есть определенный алгоритм подготовки ядерного боеприпаса к использованию. И, как я уже отмечал, существует достаточно развитая система мониторинга и контроля, в том числе и разведывательного контроля, который включает в себя и оперативную работу, то есть действия агентуры. И когда станет понятно, что на каком-то условном объекте начинается реальная подготовка к применению ядерного оружия, ничто не остановит страны, и об этом уже было, собственно, заявлено, к применению неядерного оружия с целью уничтожить и предотвратить процесс этой подготовки. Поэтому вряд ли кто-то будет дожидаться, что Россия применит ядерное оружие. Я так думаю, что превентивные удары будут нанесены заранее, потому что, скажем так, стоимость этого удара в разы меньше того, какие последствия будут после применения ядерного оружия. Все это прекрасно понимают, и я так думаю, что российское военно-политическое руководство уже неоднократно получало соответствующую информацию о готовности применить такие превентивные меры. Звучало мнение также у нас в эфире, в том числе от российского оппозиционного политика Гудкова. Он говорил, что либо Путин генералов, либо генералы Путина. И вот не так давно он также в нашем эфире заявил, что есть какие-то ощущения, что Путин уже начинает, ну, несколько, скажем, грубо прессовать генералов, и там уже есть какой-то конфликт. Нам, возможно, следует ожидать, что генералы скоро начнут отбиваться. И вот такие внутренние конфликты, скажем, на верхушке, насколько они влияют на военные действия и вообще на способность продолжать эти военные действия? Ну, знаете, на том уровне, на котором они сейчас происходят, эти внутренние конфликты, они никак не влияют. И мы видим, что, несмотря на тасовку этих генералов, как, извините, колоду карт, интенсивность боевых действий никоим образом не изменилась. Ну, и надо понимать, что российские генералы сегодняшней школы, это как бы воспитанники все-таки советской школы, а Советский Союз сделал все, чтобы устранить такую угрозу, как угроза военного путча в свое время. Поэтому говорить о том, что генералы имеют сейчас такую силу, чтобы сломить Путина, и я имею большие сомнения в этом, они такие же пешки в большой игре московского режима, как и все остальные, в общем-то. Поэтому об этом говорить рано еще на сегодняшний день. И я так думаю, что если будет какое-то давление, то это давление будет уже именно с низов, именно когда народ устанет получать гробы, которые приходят с Украины, и экономическая и внутрипоминалитическая ситуация в России, в самой, настолько изменится, что власть будет не в состоянии держать эту ситуацию под контролем. А заговор генералов, ну знаете, вряд ли, скажу так, вряд ли это произойдет. И тут, в свою очередь, не могу не спросить касательно ракетных ударов, которые были нанесены по территории всей Украины, массированных, с чего вы, собственно, и начинали. Российская Федерация, в свою очередь, и Путин лично, сказал, что уничтожены пункты связи, военные объекты. И, на самом деле, это же не так, я напомню нашим зрителям, попали в автомобильные дороги, в детские площадки и в жилые дома. Но, в свою очередь, вот эти ракетные удары, и, кстати, очень интересную фразу озвучили в Министерстве обороны Российской Федерации, цели достигнуты, сказали они. А скажите, пожалуйста, вот эти ракетные удары сейчас как-то для Российской Федерации изменят в целом ход войны? Либо же эти все заявления об уничтожении очередных военных объектов, пунктов связи, это чисто работа для внутреннего зрителя? Абсолютно правильно. Это чисто работа для внутреннего потребления, потому что заявлять можно что угодно, но мы прекрасно с вами видим, что даже те удары, которые были нанесены, да, они повредили критическую инфраструктуру, но никак не военные объекты, потому что есть определенные параметры и правила размещения военных объектов, и Украина строго следует этому. Поэтому это орудие террора, которое никак не связано с интенсивностью боевых действий, и применение этого ракетного оружия никоим образом не влияет именно на интенсивность боевых действий, на поставки вооружения, на маневры украинской армии, на организации системы управления и контроля украинскими силами обороны. — Знаете, самое ужасное, что этот террор был так ощущение, что ответом для тех, кто очень жаждал этой крови, кто очень хотел, чтобы Россия якобы показала мощь, и вот так вот несколько психанула на украинских мирных городах, и вот это тоже ужасно, что кто-то жаждет этого, и искренне этому рад. Хотелось бы еще затронуть тему Беларуси, там тоже интересные дела происходят, был введен в Беларуси режим контртеррористической операции, по крайней мере, об этом в интервью заявил, и в интервью газете «Известия» заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. Режим контртеррористической операции дает силам безопасности и широкие полномочия, включая задержание для проверки личности, введение запрета на передвижение, прослушивание, контроль всех коммуникаций, а также беспрепятственное проникновение сотрудников спецслужбы в абсолютно любые помещения. И вот что по этому поводу сказал Владимир Макей, мы сейчас слышим и с вами продолжим обсуждать. Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно была информация о том, что со стороны отдельных, сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси. Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси. Так вот, мы должны это рассматривать в военном контексте или в политическом? Потому что говорили, что когда пойдет режим в России, то, собственно, в Беларуси случится то же самое. Но вместе с тем не единожды также звучало мнение о том, что есть все-таки еще также угрозы со стороны Беларуси. Да, которую быстро преодолеют вооруженные силы Украины, но тем не менее. Да, абсолютно. И здесь мы можем говорить и о политическом, и военном аспекте. Потому что если вот прочитать внимательно это сообщение, а потом обратиться к любому сценарию проведения любых учений, которые проводились на территории Беларуси, то фактически мы видим кальку. Кальку с этого сценария, то есть заученные фразы, которые звучали уже не один год при проведении этих учений, таким образом можно делать выводы о том, что Беларусь все-таки уступает давлению Российской Федерации и готовит свои вооруженные силы для определенных действий. Будет ли это прямое вторжение или будут это провокационные действия, значения в общем-то не имеет, потому что в любом случае Украина вынуждена будет часть своих сил обороны направлять на контроль ситуации на белорусской границе. Конечно же никто на Беларуси никогда нападать не собирался и не собирается, и вряд ли соберется, но тем не менее такая риторика свидетельствует о том, вкупе и с другими мероприятиями, которые проводились, что белорусское политическое руководство приняло окончательное решение о полной поддержке действий Кремля. Поэтому мы должны готовиться к любым провокационным действиям, мы внимательно следим за развертыванием российской группировки на территории Беларуси, и нужно понимать, что готовность наших сил обороны будет определять способность ликвидации этой угрозы со стороны Беларуси. Но такая угроза нарастает, и это очевидно. Ну, знаете, даже есть такое психологическое или психическое заболевание, когда постоянно тебе кажется, что тебе кто-то угрожает и на тебя хотят нападать. Вот это очень подобно как раз у самопровозглашенного президента Беларуси и у президента страны-агрессора Российской Федерации. Сергей, вам огромное спасибо за то, что вы нашли время пристегнуть к нашему эфиру. Я напомню, что военный эксперт Сергей Грабский был на прямой связи с нашей студией. Продолжение следует...